Всем привет! Вы находитесь на канале Собервижн. Давненько мы с вами не виделись. Я вышел из диапаузы и начинаю снимать второй сезон для канала. Сегодня я покажу вам ту единственную семью муравьёв, которую планировал забрать с передержки. Это пробковые муравьи Колобопсис трункатус. Мне казалось, спустя пару лет эта колония сможет окрепнуть, но произошло нечто. Итак, давайте окунёмся немного в историю. Напомню, что эту колонию я поселил в формикарий, который сделал из малой самосборной арены. В качестве дерева было выбрано небольшое дубовое полено. В нём я вырезал ходы, которые уходили в гипсовую основу. Вход был сделан в дереве, чтобы муравьи смогли проявить свои природные инстинкты и держать его на замке, закрывая проход своей головой пробкой. Первая семья Колобопсисов прибыла ко мне без матки. В ней был только солдат. Он очень умело изображал королеву. Это вело меня в полное заблуждение. Всё вскрылось после заселения этой семьи в формикарий. Псевдокоролева стала дежурить у входа и функционировала в качестве живой двери. Со второй попытки мне повезло и ко мне приехал полный комплект. Семья была заселена в формикарий и начала постепенное развитие. Она пережила одну зимовку и немного прибавила в численности. После этого она была передана на передержку. Мои друзья почти сразу отправили пробковых муравьёв на зимовку. Теперь давайте посмотрим, как она пережила нахождение в холодильнике. Ну что ж, посмотрим. Очень жаль. Семья полностью погибла. В данном контексте слово «передержка» была на самом деле передержкой. Причиной этому послужила слишком длительная зимовка, в результате которой все муравьи погибли. Часть муравьёв вылезла на арену и погибла тут. Но большинство осталось в гнезде. Тут и сама матка и солдаты. Обидно, конечно. Я надеялся, что сейчас семья будет уже большой и стабильной и не будет больше совершать только ночные вылазки на арену за едой, а активно станет добывать пищу даже в светлое время суток. И вот, что я решил. Я хочу попробовать повторно заселить в этот формикарий семью Колобобсис трункатус. Если у кого-то есть возможность продать мне желательно большую семью этих муравьёв, пишите мне на почту, в ВК или Инстаграм. Все ссылки находятся в описании к этому видео. Надеюсь, что вскоре вместе начнем наблюдать, как новая семья будет осваиваться в этом формикарий. Ну а на сегодня все. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк этому видео, если оно, конечно, вам понравилось. А я в ближайшее время займусь созданием природного формикария в моем остановленном аквариуме. Всем пока!